Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы гостины на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Ребятки, я вас сегодня приглашаю в новый интересный выпуск, мы сегодня посетим очень крутые локации. Не буду забегать вперед, какие, просто сейчас все сами увидите, не переключайтесь, нас ждут сегодня очень и очень классные кадры с квадрокоптера. Еще перед началом выпуска вот что хотел озвучить, смотрите, мы сейчас планируем свою зимовку и то, куда мы отправимся зимовать, зависит от вас. Вы можете принять участие в голосовании по ссылке в описании, там все максимально просто, переходите по ссылочке, делайте свой выбор. Мы рассматриваем для себя три страны, это Китай, это Таиланд и Филиппины. Мы там никогда не были, от этого и будет контент еще интереснее, тем самым мы откроем со своего взгляда эти страны и вы сможете также поехать по нашим маршрутам, как это было, ну в принципе, со всеми странами. В связи с этим, друзья мои, мы ищем сотрудничество в этих странах, это может быть застройщики, это может быть какие-то сервисы, это могут быть люди, у которых есть определенное количество недвижки, они задают в аренду, мы ищем там жилье, мы ищем машину в прокат. В этих странах мы и подыскиваем. Если у вас есть знакомые, кто занимается чем-то в Таиланде, пусть нам напишут на почту, либо в Телеграм, либо в ВК, по любым каналам с нами связываются. Обязательно, если вы занимаетесь, то тоже напишите, если вы не занимаетесь, делайте репост по своим друзьям, возможно кто-то у вас есть. Давайте друг другу помогать, мы покажем этих ребят, тем самым им будет дополнительная активность и нам хорошо, потому что у нас будет жилье и так далее и тому подобное. В общем, ребятки, пишите также по контактам в описании. Ну а теперь лайкосик ставьте, комментарий пишите в процессе, делайте репостик и погнали в новый выпуск. Мы, ребят, сейчас отправляем по самому туристическому маршруту в Армении. Мы снимали про этот маршрут уже выпуск, обязательно посмотрите, я там ссылочку где-нибудь оставлю в описании. А сами будем наводить, что мы будем наводить? Порядок. Порядок в доме. Вот. Стены надо штукатурить. Да, да, да. Самбат нас решил запречь, говорит, давайте, чтобы мы вернулись. В доме была идеальная чистота, но на самом деле нужно и в машине прибраться, пока есть площадка, участок, все там убрать, подготовить дальше к путешествию. О, разгрузили, кстати, мы тачку. Будем, короче, заниматься. Пока там ребята путешествуют, навел в машине просто идеальный порядок. Я помню, когда мы так останавливались надолго в даче, тоже сразу же наводил там такой марафет. Еще мы устроили стирку, перестирали тоже куча-куча просто белья. Пока ребята гоняют по турмаршруту, я сгонял в магаз, забил его, купил много мяса, у нас будет шашлык, правда, не знаю, в какой день. Мы наварили огромный котелок супа, точнее борща, правильно, Темка? Да, короче, приедут, будут рады, правда, обедать они в любом случае будут ли я дома. Это, вот это мы посылочку получили. Так, что же у нас тут? Первое, это зарядка на наш макбук, наконец-то пришла, но речь не про нее. А второе, долгожданный пятновыводитель-отбеливатель, но про него расскажет Настенка. Ребята, наконец-то нам пришел наш любимый пятновыводитель-отбеливатель Изи Клин. Это 101 способ чистоты Изи Клин, множество решений в одной упаковке. Например, наши любимые кухонные полотенца, которые все в пятнах от еды и так далее. Мы хотим их вывести, чтобы они оставались такими же, как и были прежде. И, наконец-то, вернуть им белый цвет. Для того, чтобы наши полотенца снова были белоснежными и чистыми, нам нужно средство Изи Клин развести в кипятке. Перед тем, как использовать средство Изи Клин, необходимо ознакомиться со способом применения, мерами предосторожности и противопоказанием. Чтобы ознакомиться с более подробной инструкцией, можно навести камеру телефона на QR-код. Чайник закипел, теперь мы наливаем емкость в горячую воду. Не забывайте, что вода должна быть кипятком не меньше 90-100 градусов, чтобы средство правильно работало. Далее в горячую воду мы добавляем от 1 до 5 мерных ложек средства Изи Клин. Все зависит от степени загрязнения тех вещей, которые вы хотите очистить. Мы решили, что наши полотенца совсем уже какие-то прям очень грязные. Мы хотим сделать их максимально чистыми и добавим поэтому 5 ложек средств. Видите, как средство начинает шипеть. Теперь берем наши полотенца и будем замачивать их от 15 до 60 минут. Захожу на кухню, а у нас тут пенная вечеринка. Она стенку устроила, зато будут чистые полотенца. Делаем салатики со славян. Я уже вижу эффект отбеливания на наших полотенцах. Они уже абсолютно другого цвета. Сейчас доделаем ужин, пойдем закинем это все на полоскание и утром посмотрим эффект. И мы сейчас поставим полоскание на полоскание. В машинку стираем. Кстати, тазик тоже отбелился, там было дно такое желтоватое. О! Помнишь? Ну да. Прикольно. А теперь способ от меня, на самом деле, куда бы мы ни заезжали, всегда, вот абсолютно всегда я мучаюсь с канализацией. То есть всегда все забито. И коль нам пришел сейчас очиститель изиклин, то трубы мы сейчас тоже прочистим. Запоминайте, какая раковина, как она выглядит. Она еще и засорена. Насыпаем прямо сюда, прям пару этих сейчас ложек. Снова ставим чайник. Помним, что нам нужна обязательно температура воды 90-100 градусов. Чайник закипает и заливаем. Кстати, смотрите, я еще по раковине рассыпал порошок, чтобы убрать на лед. Ну, погнали. О! Вот посмотрите, можно увидеть, как поднимается пена все выше и выше. Видите, как бежит, пытается выходить. И сейчас, наверное, начнет прям на поверхность выходить. А я еще взял пробку. Хочу заткнуть эту дырку и набрать раковину, чтобы все, короче, отмылось. если вы готовы пробуем друзья пошел вулкан давай на самом деле эффект и так уже виден и кстати сюда еще швырнул эту как она чистил к пробка стала лучше он усмотрите даже крышка какая стала беленькая вот это я понимаю вот это я понимаю сейчас все это делаешь и водой смотри нам хозяйка скажет спасибо у нас друзья мои прекрасные мудро и самое время посмотреть что же отбеливатель совершил с нашими полотенцами надеюсь все ок настена показывай посмотрите какие они были все в желтых пятнах они все были желтые когда они ну от еды уже въевшийся причем очень долгое время не вестировались то есть они свежие даже были пятна это были пятна которые временем не сгустировались и посмотрите теперь ни одного у нас уже наши друзья ксюша сымба там уже отдайте нам нет сами заказываете заказывать где по нашей ссылкой в описании под этим видеороликом кстати покажу вам крутую фишку этого дома вот так вот стоишь с кровати выходишь на балкон тепло красота представляете вот так вот голову так поворачиваешь и по раз прикиньте как здорово маленькую вершину вот кое-как заметно там такая жуткая облачность его видно и вот посмотрите кто не смотрел наши первые выпуски когда мы только приехали в армению дай какой было рад какой сейчас его сейчас был циклон тот похолодание прикиньте сколько снега там навалило вот это да мы отправили ребят по маршруту на сиван их задача сегодня будет пропылесосить сиван но те места указали где мы были вот посоветовали но единственное что по пути они заедут на черный вулкан мы там тоже были выпуски показывали после этого мы вместе как раз доедем до одной локации который находится недалеко от сивана я он приготовил дрон собой мы уже собираем сейчас тоже будем уже выезжать вот но эта локация прям настолько клевая короче они вообще мало кто знает я мало 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 вот поэтому сегодня и для вас откроем и покажем воу ребята вот это мы приехали на очень крутую достопримечательность знаете я могу камеру развернуть и вам вот так показать но давайте мы сделаем по-другому мод прямо от машины вот так вот туда отлетим полетели ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вау, смотрите Ну прикольно Ваши места будут какие-то там такие Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, почувствуем себя пилотом О, морякова, кресло даже удобное Прикольно Можно даже туда пробраться Какие на самый мыс? В самый нос самолета? Давай, там даже кресло есть Вот такая вот достопримечательность здесь есть Так, а теперь пойдем посмотрим Что Что там В хвосте Самолета Опа! Наверное, там менее интересная Ну да Тут что, вон раковина Туалеты С двух сторон И по сути И по сути все Ну как вам, ребятки Это достопримечательность Блин, по мне так, конечно Прикольная Кто угадает в комментариях На что похоже Мы вообще думали, что с этого места поедем домой В итоге ребята Говорят, поехали вместе съездим В тот рейсик, где мы кушали Тогда в выпусках И он, кстати, самый такой прикольный А потом заехать на Сиван И искупаться Я вот самбат разложу На кубку в горном озере Я сам хотел Я уже как могу приехать И не отметиться в этом озере Это что? Да, маленький, ты тоже купаться будешь, да? Будешь купаться? Хочу На, держи На, на, посмотри Только держи, аккуратно Тяжелая Давай, записывай Как раз таки зрители Чеботанов Добро пожаловать снова на Сиван Но, видимо, из-за того, то что осень Цвет в озере Обычный Мы привезли ребят Прекрасный ресик Где цена-качество Идеальное И самое главное Огромные Порции Ветрища Угу-гу Цвет Сивана уже не такой Как мы видели Сейчас вот сюда прикреплю Фотку Как выглядит вообще Сиван Когда он Имеет правильный цвет Но, увы Нам принесли Здесь Сик Шашлык Очень вкусный Он в прошлый раз Провод давал И шашлык Ой, шашлык Господи Куриный Заказали Все Все С таким прекрасным видом Будем объедаться Следующая точка На нашем маршруте Это, конечно Полуостров Сивана Вот видите Все дружно идем Такой получается У вас сегодня Такой авторский тур От Славяна Да? Да нет Индивидуальная подписка Да Индивидуальный тур На Сиване уже осень Посмотрите как листва Пожелтело Ну и цвет собственно Изменился тоже Мы поднялись На самую вершину Мы здесь очень подробно Все снимали Выпуск Я ссылочку оставлю В описании кто хочет Обязательно Гляньте посмотрите Подробно Мы хотели здесь сделать Совместную фотографию С этим безумным видом Но Алиска уснулась И Настенка осталась С Алиской А это что за девушка сидит? Последний раз Спасаюсь сделать Приехали мы на наш пляж Где мы очень много раз Стояли дикарьком Опять здесь никого И сам Бат будет купаться Я купаться Я купаться не хочу Да я еще раз забыл Вовремя Я купался много раз А вот и нет Давай 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 сам Бат Молоток Как вода? Теплая Да? Как же здесь холодно Ветер ледяной Градусов наверное уже 13 Трындец С дикарями наверное стоять уже не будем Ну нет Ну нет да Ну нет да Ну нет Ты что зовешь что ли? Да Успели мы Успели мы Успели это круто В воду не ходить Да Короче Мы свое от Сивана взяли Сто процентов вообще Да Да Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Вот вы знаете, когда живешь в квартире, это одно А вот когда ты приезжаешь в дом, настолько круто Вот тебе не нужно думать по поводу парковки Ты вот просто заехал, все, у тебя есть место Круто, когда он находится в таком месте, как, например, вот этот дом Вообще потрясающий, еще кайф, когда он такой большой Там просто, ну колоссально Конечно, наши семена, например, вообще он такой не нужен, огромный Там реально заблудиться можно Мы половину дома просто не пользуемся Ну когда еще и сад, да, вот мы сейчас Вот тут у нас слива растет Мы пошли, нарвали сразу сливу И будем сейчас ее мыть и кушать Вот Настен как раз уже моет сливу Вообще обалденная, да? Безумно вкусно Ну, так я тебе пришел, что я уже съел просто пары Обалдеть Класс Мы сегодня с мальчишками сгоняли в парахмахерские Подстригли все свои головы, ну кроме Мирошки Мирошки просто это пока еще не нужно Наоборот, на все-таки говорить не надо его стричь У него так все отросло, так замечательно, так хорошо А мальчишки привели себя в порядок Да, Родик? Вот так вот себе и сделаешь Я еще и красавчик А это Темка А это я, Мироша, да? Молодец Ну и конечно же мы завезли Настенку в салон тоже Оставили, вернулись домой Пока она там наводит марафет Обновляется Решила изменить прическу Она тоже про это говорила, что очень еще хочет Вот Ну посмотрим, что получится Она, конечно, переживает Она мне прислала фотку Я выкинул ее в телегу Типа давайте, поддержите Настенку Так что, друзья мои, кто не подписан на наш телеграм-канал Прямо сейчас это сделайте Там у нас очень уютно И весь материал, который вообще не попадает на ютуб Там он есть Так что обязательно подписывайтесь Нас там уже больше трех тысяч человек Представляете, как много Вот Сейчас дождемся Настенка только напишет, что все готово Мы поедем ее встречать Посмотрим, как она изменилась И перед днем рождения, конечно, изменить свой имидж Мне кажется, это достаточно прикольная история Так сказать Отстричь все старое, что там было И шагнуть в новый свой год По-новому В новом стиле Как считаете вы? Напишите в комментариях Встречайте обновленную Анастейшн Что, мой сладкий? Да, вот, заждались тебя Ну, на что она расскажет? Что? Отчете А, зачем? Ты прожил хорошо сейчас Ну как? Пишите свои комментарии Как вам Настенка обновленная Какая-то странненькая Да какие-то кудры Ну что? Родик Ну ты чего? Ну, прикольно Обновленная версия Анастейшн, да? Шарам-бам-барам-бам Шарам-бам-барам-барам-барабам Шарам-бам-бам Сейчас будем жарить Наконец-то шашлык Здесь такая печь Уже показывала в обзоре Так Здесь еще есть такие Армянские сабли Ладно, шучу, друзья мои Это армянские шампура Точно начнете писать Это не сабли Это шампура Я так знаю, что это шампура Так Есть решеточка Куча Угля Произведено в Армении Все дела Дровишки Сейчас, наверное, мы все это дело Вот это дело Сожгем И будем жарить Наивкуснейший шашлычок Не знаю, друзья мои Насколько же круто Жить в доме Вот, серьезно Вот Мы любим путешествия Еще за то, что Путешествия дают возможность Пожить там, где ты хочешь То есть ты хочешь пожить в квартире Снимаешь Живешь Смотришь Хочешь побольше квартиру Переехал беспроблемно Живешь Не знаю Хочешь виллу Пожалуйста, вилле Хочешь какое-то Небольшое комьюнити Пожалуйста Хочешь дом Вот тебе дом Вот сейчас заселились В огромный дом Вот сейчас заселились Просто в огромнейший дом Конечно, в нашей семье Такое огромное Общение нужен Но в любом случае Кайф Что у тебя свой участок Тебе не нужно Заморачиваться с парковками Ты вот так вот Просто переехал Мясо купил Развел Значит Эту печь И тебе не нужно Думать о том Где бы его пожарить Как бы его пожарить Куда-то идти И так далее И тому подобное Просто так вот Шикс И все И ждешь Друзей В большом доме Ну Блин, кайфово Скажите же Купили мясо же Вот такое Так, где оно А, ну мы его уже Это Замариновали же Сейчас покажу Короче, это Я, короче, так и не понял Что это за часть То ли ребра То ли что Но в любом случае Да, мариновал Просто Это Лук Прям его выжимал Чтоб он сок дал Это перец И соль Все Больше ничего Пахнет очень круто Вообще Просто Вау Мы решили Что будем Овощи Запекать Целиком Вот прям Вот как они есть Вот так вот И закидывать их Прям на мангал Баклажаны Тут Есть помидоры Мы это Все будем Целиком На шампурике Одеваем И все И красота Надеюсь Получится Чуть не забыл Мы же еще Картошку будем делать Здесь кстати Подходит К завершению Уже К островой Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо посмотрите какая красота у нас получается все поставили кроме курицы курица просто сюда физически даже и не влезет да и как как не умереть сейчас от этих запахов это просто да до маринад получился то что надо и я надеюсь что сейчас приготовится все то что надо но это потряс друзья мои остальное пока пусть еще дожаривается этот раз мы решили овощи прожарить но потом внутренности смешать гарнир короче овощной получился очень хорошо пропекаешь что прямо но аж это таяла а пока мы доготавливаем ребята написали что будут часа через полтора примерно ну и самое основное мясо готово все выкладываем в кастрюлю для курицы немного заново закидываем угли чтобы они были прям идеальный вот она стоит мы отправляемся кушать и немножко не дождались наших друзей они немножко задерживаются но в любом случае к курице они точно успеет но свининку мы им в любом случае оставим овощи тоже короче это невероятная штука вот огромный плюс мангала когда мангал правильный еда приготавливается очень правильно свежая ничего не подгорает вот видите кусок шашлыка ничего не подгорело но и приготовилась идеально как тебе родик шикарно все приятного аппетита кстати вот овощи этих мы сделали такой вареный салат на мангале получается точнее жареный или какой угли так надо готовить это прям офигенно в печене настолько вкусно что такое ощущение что мы никогда вкусно не готовили но вот серьезно идеальный марина идеальная тут еще идеально все салат на углях это какая-то вообще отдельную историю все вкусно понравилось да сейчас надо потише поставить все-таки курицу я правда не знаю куда запихивать потом но мы хорошие в любом случае замариновали уже угли подкинул надо это но это круто начали а курицу хочется знаете как приготовить вот чтобы вот прям мясо вот с костей слазила я конечно не уверен что мне получится потому что курицу так вообще никогда не получается готовить есть только в духовке долго вот но опять таки здесь правильная печь если будет не сильный жар она конечно есть вариант что он так приготовиться но это не точно ладно чё посмотрим приехали ребята опоздали на свининку теплую но она в принципе теплая потому что курочка готова и мы лежат курочки все подогрели посмотрите какой салат я же его показывал ребята купили кучу вина домашнего ой вот смотрите просто патроны арсенала какой все же горит это надо выпить за один день обязательно на веру не не получится почему потому что это не правда почему потому что это подарки роднее а я тут это роднее ну все я так не играю а